Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И Павел, даже когда покидал церкви, уходил проповедовать на другие территории, он говорит, братья, я передаю вас Слову, могущему назидать вас еще больше. Что он имел в виду? Он имел в виду, что то, что из себя представлял апостол Павел, этим нельзя хвалиться. Нельзя восхищаться Павлом. Он говорит, что я продукт, я результат благодати, действующей во мне. Нет наших достижений, нет. Только вся ценность наша, вся мудрость. Но если мы хотим быть мудрыми, если мы хотим из жизни выйти без повреждений, мудро закончить наше жизненное поприще, мы должны быть очень открыты для благодати, очень открыты для Слова Божьего. Мы должны быть учительны, просто, постоянно в собрании, во время чтения Слова Божьего, во время поклонения, прославления, говорит Господь. Я открываю мое сердце, воздействуй на меня, лепи меня. Бог будет нас вылепливать. Павел говорит, вот вы видите меня, вот я есен, вот я, со всеми моими понятиями, характером, твердостью и нежностью материнской, которая во мне есть. Откуда она есть? Я есен то, что я есен посредством благодати. Посредством благодати. Он научился принимать. Он научился быть учительным. Он так и пишет, я научился всему, я умею жить. Учимся ли мы? Открыто ли наше сердце для научения? Научение это перенимать. Вот что мы делаем, учась? Мы перенимаем у учителя. Мы перенимаем, мы внимательно слушаем и духовно соприкасаемся с определенным духовным опытом, который, скажем, сейчас есть у меня. И я делюсь своей верой, я делюсь своим познанием, я делюсь опытом. Именно опытом, потому что, знаете, в чем основная задача учения, ученичества? В чем? В познании, братья и сестры, в познании, в переживании истины, в сопричастности к истине, в опыте истины. Самая основная задача учения, когда мы учимся, в усвоении истины, чтобы истина перешла из учителя в ученика, чтобы ученик научился, не просто учился. Знаете, как в Библии говорить о некоторых людях? Это та категория людей, которые всегда учатся и никогда не могут прийти к познанию истины. Страшная категория людей. Учатся, записывают, конспектируют. Коснешься жизни, человек не умеет прощать, не умеет закрыть рот, не умеет попросить прощения, не умеет вернуть деньги, не умеет перестать обманывать. Он не научился. Он учится, он может других учить, наставлять, а сам так и не научился. Ведь смысл учения научиться жить. Научиться — это перенять чей-то опыт, это соприкоснуться с человеком возле тебя, который умеет прощать, который умеет любить, который развил в себе навыки веры, и он умеет быть верующим в те же обстоятельства, в которых ты не умеешь быть верующим. В тех же самых обстоятельствах был Иов и его жена. Вместе эта чета родила десятерых детей. Жили вместе, она видела жизнь своего супруга, мужа, но оказавшись в одинаковых обстоятельствах, она не смогла обнаружить в себе веры. Она не научилась жить. Он научился жить, а она не научилась жить. А сидели за одной партой, родили детей вместе, под одной крышей жили. Одну фамилию носили, а она не научилась жить. И мы многие ходим в церковь, мы носим Библию, мы с одного города на Украине жили, и здесь в одном городе живем, но один человек учится жить, а другой так и не научился жить. И моя сегодня основная мысль, что учиться надо до такой степени, чтобы прийти к познанию истины, чтобы произошло усвоение материала, чтобы материал попал в тебя, в твоего внутреннего человека, чтобы ты обрел свой собственный опыт веры, свой собственный опыт. Не интеллектуально просто послушал Александра или Павла почитал, но чтобы ты обрел свой собственный опыт веры, свой собственный опыт любви. И Бог дает нам возможности воспитывать в себе эти качества. Вот моя основная мысль, что я хочу сегодня сказать, это способность принять, способность принять веру, однажды преданную святым, способность принять. Принимаем мы ее через соприкосновение с духовным опытом определенных людей. Когда ты видишь на человеке веру, на человеке любовь, на человеке премудрость, и ты открываешься. У меня таких людей, может быть, восемь было, может быть, семь. Когда я чувствовал реально, я этих людей не знал, большинство из них не знал. Несколько из них были женщины, несколько, пять, кажется, человек, были мужчины, были корейцы, были американцы, были русскоязычные люди. Неважно. Я в духе ощущал настолько большую родственность, что я прибежал просто к этому человеку. Я сказал, пожалуйста, сейчас, прямо в этот момент, положи свои руки на меня. Я хочу то, что ты имеешь. И меня не человек интересовал, и я не знал этого человека. Вы, может быть, меня не поймете, но мой дух просто чувствовал, что это подлинник, вот в этом человеке, сейчас действует Божий подлинник. Вот сейчас на нем действительно Божья рука. И меня этого человека забывал, и мы больше не видели друг друга никогда. Важно соприкоснуться с духовным опытом этого человека. Я чувствовал, как оно оказывало на меня влияние. То есть я свой дух не боялся открыть перед духовными проявлениями, когда Бог проявлялся. Таким образом я формировался, как человек. Как человек формировался. Это вообще не зависит от интеллекта. Это твой дух, если он возрожден от Бога, если он чист от амбиций, от желания бегать только за сенсацией, но твой дух хочет научиться смирению, твой дух хочет научиться о благодати Божией, ты открыт. Ты открыт. И ты соприкасаешься с духовным опытом других людей. Потом он становится твоим собственным. Он становится твоим собственным. Бог тебя помещает в определенные обстоятельства, и это в тебе ярко проявляется. Ты обнаружишь, что в тебе есть вера. Ты обнаружишь, что она в тебе есть, понимаешь? Потому что вера, она способна проявляться в определенных обстоятельствах. И она способна расти, расти, укрепляться, пускать корни. Это вера. Она способна в тебе расти. Почему Павел говорит, ты должен возгревать дар, который ты получил? Оно может увянуть просто в человеке. Человек может не родить. Дух Святой может быть подавленным, ущемленным. Дары духовные могут подавиться в человеке. Но если оно есть, оно способно прорастать, оно способно расти, оно способно крепнуть. В пятой главе Евангелия Матфея здесь с девятнадцатым стихом написано так. Итак, кто нарушит одно из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сделает, то есть исполнит эти заповеди и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. Что значит научить? Это передать то, что ты имеешь. Что значит научить? Вот я сейчас раз десять вам это повторю. Что значит научить сына? Не врать. Это значит научиться самому никогда не врать. Что значит передать учение? Это передать то, что ты имеешь. Имеешь ли ты вот эту способность не врать? Что значит научить сына уважать людей? Это уважать людей, если в тебе это уважение к другому человеку есть, у тебя есть способность научить сына уважать. То есть передать свой собственный опыт уважения людей. Больше ты этого передать не сможешь, чем в тебе это есть. У тебя его нет больше дать. Книги можешь читать, что хочешь, включать им в видеопроповеди, неважно. Если ты хочешь сыну что-то передать, ты можешь передать только то, что сам когда-то получил, что сам в себе развил, стал личностью, обладающей верой, любовью, прощением, уважением. Вот тогда ты можешь и сыну передать. Потому Христос сказал, так не получится, что ты сам заповеди не соблюдаешь, а пытаешься учить других. Ты научишь другого ровно тому, кем являешься.